МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационный канал Город студии Артём Миронов. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Карантин продлили, но некоторым работать разрешили. Губернатор области выступил с новым обращением. Все должно быть стерильно. Управляющие компании обяжут обрабатывать подъезды и лифты домов. Мощности лабораторий хватит. Роспотребнадзор области предлагает тестировать на коронавирус всех кировчан с признаками ОРВИ. Снова тонут в озерках. В огромные ямы машины проваливаются практически наполовину. Старшие ушли на фронт, а младшие пошли на заводы. Сегодня в рубрике «Бессмертный полк онлайн» – новые герои. Карантин продлили, но некоторым работать разрешили. Губернатор области Игорь Васильев сегодня выступил с новым обращением. Этого решения ждали всю неделю, ведь сегодня 24 апреля – последний день карантина, объявленного ранее. Решение принималось на оперативном штабе по рекомендации главного санитарного врача области. В итоге принято решение о продлении карантина до 30 апреля. Смягчить или снять ограничительные меры пока не позволяют слишком большие цифры по количеству заболевших коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 31 человека. Сейчас общее количество случаев COVID-19 составляет уже 349 человек. Вместе с решением продлить карантин в области губернатор расширил перечень предприятий, которые смогут начать работу уже с завтрашнего дня, с 25 апреля. Это ремонт одежды, обуви, компьютеров, коммуникационного оборудования, химчистки, услуги по изготовлению крючей, фото на документы и ортопедические салоны. Разрешено оказание риэлторских услуг и услуг страхования исключительно по предварительной записи с соблюдением всех санитарных норм. Могут возобновить работу обрабатывающие производства. По согласованию с главным санитарным врачом принято решение возобновить работу торговых точек по продаже саженцев, семян и цадового инвентаря без открытия торговых залов при условии соблюдения санитарных норм или организации работ на выдачу, либо на улице на огороженной территории. Закрытыми по-прежнему остаются торговые центры, салоны красоты, спортивные залы, развлекательные центры и общепит. Как объяснил губернатор, это места массового пребывания людей. И, имея такую статистику по коронавирусу, открыть их пока возможности нет. Запрет на работу для них будет снят только после особого распоряжения. Все должно быть стерильно. Управляющая компания обяжет обрабатывать подъезды и лифты домов. Те, кто откажется выполнять предписания, будут штрафовать. Есть, кстати, новости про дезинфекцию городских улиц и остановок. Вопросы чистоты в условиях эпидемии коронавируса сегодня обсудили на отдельном совещании в правительстве. Теперь за управляющими компаниями, которые не обрабатывают подъезды, лифты и лестничные площадки специальными дезинфицирующими средствами, обещают следить внимательней. 42 управляющие компании уже получили предписание от Роспотребнадзора. Подключается и госжилинспекция. Кировчане могут обращаться в эти ведомства, если обслуживающая организация не проводит обработку подъездов. Говорили и о дезинфекции улиц. Ее начнут делать, как только позволят погодные условия. Обрабатывать начнут остановки общественного транспорта, парки, детские площадки. Все, кто болеет ОРВИ, будут тестировать на коронавирус. Открыли новый, самый большой инфекционный госпиталь и 100 тысяч штрафа за выдуманную версию про COVID-19. Все подробности далее. Наш эфир продолжит рубрика «Короткой строкой». Роспотребнадзор области предлагает тестировать на коронавирус всех кировчан с признаками ОРВИ. На этой неделе почти 3000 человек обратились к медикам с ОРВИ. Из числа обследованных очень мало случаев гриппа, зато преобладает коронавирусная инфекция. По словам главы Роспотребнадзора, имеющаяся мощность и кировских лабораторий позволяет делать всем больным с ОРВИ тесты на коронавирус. В Кирове открыли новый, самый крупный по коечной мощности инфекционный госпиталь. Рассчитанный на 270 коек. Он стал четвертым по счету в регионе. Учреждение обеспечено средствами индивидуальной защиты или картами. Новый госпиталь расположился в поселке Ганино на базе областной клинической больницы имени Бехтерева. Еще одному кировчанину выпишут штраф за фейковую новость про коронавирус. В одном из пабликов в интернете житель Котельнича написал, что коронавируса не существует. Якобы проводится специальная операция по установлению нового мирового порядка, в ходе которой населению под видом вакцинации будут устанавливать электронные чипы. Когда полиция начала проверку, мужчина признался, что выдумал все и достоверных сведений у него нет. Теперь ему грозит штраф до 100 тысяч рублей. Жители Кировской области за один день перевели мошенникам 740 тысяч рублей. Обманывали кировчан с помощью старой схемы. Кировчанам звонили якобы с банка и говорили о похищении денег с банковских карт. Они оставляли все реквизиты. По всем фактам полиция начала проверки. В эфире информационный канал «Город» и мы продолжаем. Снова тонут в озерках. В огромные ямы машины проваливаются практически наполовину. Состояние дороги на улице Торфиной давно вызывает гнев жителей этого района. Предназначена она была изначально только для строительной техники, когда район начал только застраиваться. С тех пор другой нормальный для людей так и не построили. Вот и оставляют здесь теперь в огромных ямах бамперы и другие части от машин. Вот в такую яму полметра глубиной. Здесь попала девушка-водитель. Под водой масштабы выбоины не видно. В результате у машины оторвало бампер и защиту. Сотрудники ГИБДД повреждения зафиксировали. Позже здесь появился и знак объезда. Но, как говорят местные жители, это ненадолго. За неделю в ямы проваливается несколько машин. И так каждую весну и осень. В администрации сказали, что Торфиная стоит в плане на ремонт. Здесь будут делать реконструкцию. То есть строительство полноценной дороги. Сроки начала работ пока неизвестные. В правительстве составили план преодоления экономических последствий коронавирусной инфекции. В нем расписали, на какую поддержку могут рассчитывать обычные граждане и бизнесмены. Например, предприниматели теперь могут узнать о кредитных продуктах. Какие отрасли бизнеса могут получить отсрочку по налогам. Кто защищен от банкротства. 22 апреля начал работу колл-центр для информирования о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Испытывающие сложности из-за эпидемии коронавирусной инфекции могут задать свои вопросы о мерах поддержки. В Кировской области для предпринимателей предусматриваются отсрочки по арендным платежам за государственные и муниципальные имущества, реструктуризация графиков платежей, действующих займов и льготное кредитование. В области работает еще и региональная горячая линия. Специалисты готовы помочь в вопросах ведения бизнеса в условиях кризиса и дать бесплатные юридические консультации. Старшие ушли на фронт, а младшие пошли на заводы. Роста, чтобы доставать до станка, не хватало. Им подставляли сразу несколько ящиков. Так и работали практически круглые сутки, прерываясь на секундный обед и короткий сон. В 12-15 лет они делали снаряды для фронта, работали на заводах. Это было их поле боя, их фронт. В рубрике «Бессмертный полк онлайн» сегодня новые герои. Горячкин Иван Григорьевич родился 28 мая 1910 года в деревне Бесова Немского района. В 1941 году ушел на фронт рядовым. В июне 1944 в бою с немецкими захватчиками был ранен и направлен на излечение. Дальнейшее его местонахождение неизвестно. В июле 1944 года его жене пришло извещение о том, что красноармеец Иван Горячкин пропал без вести. Колпасчиков Василий Панфилович родился в 1909 году. Красноармеец Стрелок пропал без вести в мае 1943 года. Кожухов Алексей Алексеевич родился 24 января 1928 года в Даровском районе деревни Кожуховы. Отправлен на службу рядовым в город Свердловск. Вернувшись после фронта, продолжил работу на Кировском заводе «Авитек». Там проработал до пенсии. Ветеран труда и ветеран Великой Отечественной войны. Кассин Николай Иванович родился 30 июля 1923 года. Рядовой. Воевал на Калининском фронте в мотострелковой дивизии в роте автоматчиков. В бою был ранен в коленный сустав. Демобилизован в 1943 году. Награжден медалью за отвагу, за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Мулина Любовь Павловна. Родилась в 1926 году в деревне Большие Кочеровы. Во время войны работала на заводе номер 324. Сегодняшний «Сельмаш». Делала снаряды по 16 килограммов. Она не дотягивалась до станка. Ей подставляли ящики. Награждена медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Молодой пес с мордочкой супергероя. Сегодня в рубрике «Пристроим вместе» питомец, который потерялся. Собаку по кличке Барри на время приютили волонтеры. Они уже готовы отдать пса с красивыми и родимыми пятнами на голове в добрые руки. Ольга Бакина расскажет все подробности. Рано или поздно длительные и полноценные прогулки обязательно вернутся в нашу жизнь. И составит компанию в этих уличных гуляниях вам наш сегодняшний герой. Добрый день, Виктория. Знакомьте нас, пожалуйста, с этим плюшевым, очаровательным парнем. Кто это? Как его зовут? Его зовут Барик. Молодой пес. Очень ласковый. Любит играть, когда ему чешут животик. Что любит Барик кушать? Барик везде неприхотлив. И сухой корм, и влажный, и каши. Все может скушать. Как гуляет на поводке? К поводку приучен хорошо. Не тянет. У него нет никаких медицинских проблем. Раз в год нужна прививка, как и обычному псу. Так что он полностью готов к вам в семью. Обратите внимание на мордочку Барри. Он как настоящий супергерой в маске. И пускай его с ней смущают, его небольшие размеры и вот такие вот плюшевые бока. В душе он настоящий мужчина, который будет отстаивать честь и достоинство своего хозяина. Поэтому Барри пристраивается к единственным домашним животным в семье. Потому что собственник парень. Да? Да. Вик, скажите, пожалуйста, если кто-то захочет приехать и познакомиться с Барри лично, погулять с ним, возможно ли это? Да, возможно. Что нужно сделать? Приехать в деревню Осинцы, погулять, познакомиться с ним. А можно ли как-то еще помочь собакам на передержке? Можно привозить корм, крупу, амуницию для собак, поводки, ошейники. В общем, будут рады абсолютно всему. Любой вашей помощи. Ты сладкий, ты сладкий, сладкий. Да, шобака, такая шобака, шобака. Барри ищет самых заботливых родителей. Если вы хотите познакомиться с этим очаровательным псом лично, то срочно звоните. 46 48 22. Оля Бакина, Артем Шуткин, информационный канал «Город». Такой была эта пятница, 24 апреля. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 47 3302. Также рассказывайте о них в нашей группе ВКонтакте. Она называется «Новости Кирова». В студии для вас работал Артем Миронов. Увидимся в городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова